О комсомольской юности И глянем, хоть и в далекие, но все ж родные дни. Тридцатые годы Мы прожили эти года Всю землю свою переделать. Но трудно было тогда начальникам политотделов. В первых рядах строителей нового Шел комсомол. Груженный металлом, нефтью, хлебом, За эшелоном эшелоны вслед. Таким еще союз советов не был В те годы, на заре тридцатых лет. О, сколько встретилось преград вначале! О, сколько требовалось мужества и сил! Еще мы только к штурму приступали, И редкий трактор поле бороздил. В столовой ожидают обеда работники политотдела. Утомленный, взлохмаченный Можаев И помощник начальника Сережа Бутылкин. Курносов и храстый комсомолец, Густо украшенный веснушками. Поля, работница столовой, Расставляет тарелки, нет-нет, Да и взглянет украдкой На стеснительного паренька. Заведующая столовой, Серафима Викторовна сегодня грустна. То ли от того, что ей уже под сорок, То ли от того, что лицом не вышло. Плита погасла, А она даже и не обратила внимания, Что единственное блюдо, борщ, Заменяющие первое, второе и третье, Остывает. Где-то далеко завели грустную песню, И Серафима слушает, Слушает ее. На углу на греческой моих ворот Песни человеческой словей поет, И когда умрет он от пенья своего, Много птичек будет хоронить его, Много птичек песню за него споют, На его могилку перышко подкнут. Много птичек будет хоронить его, На углу на греческой у моих ворот Песни человеческой соловей поет, И когда умрет от пенья своего, Много птичек будет хоронить его, Много птичек песню за него, Много птичек песню за него, Много птичка подкнут. На его могилку перышко подкнут, А моя могилка провадет в снегу, От того, что в жизни петь я не могу. Мама, я погибла, Прокойдет с небу, От того, что в жизни петь я не могу. Эй, а моя могилка пропадет в снегу От того, что в жизни петь я не могу. Чего ты, Сима, грустишь? Симочка, давай обедать. Эй, обедать. Вот Павел придет, будете обедать. Ну, подтяни поясочек-то, подтяни. Здравствуйте. Сима, давай обедать. Борщ постный, каша с маслом сладкое подразумевает. Так ведь, Сима? А из чего я вам готовить буду? Я и сама в живой курочке мечтаю. Ну, не волнуйся. Не волнуйся. Зато щита какие, а? Щита. Амбра. Нет, Сима, это не щит. Это райское блюдо. Райское блюдо. А если бы сюда еще сало, кусочек. Ой, не говори. Объявляю заседание Реввоенсовета нашей станции открытым. Пошел. Можаев, да. Сережа, сюда. Ну, докладывай, Можаев. Значит, дело в следующем. По твоему распоряжению, Павел, трактористы третьего дня выехали в поле и живут в шалашах, каждый на своем участке. Ты почему поднял этот вопрос? А потому, что я уже получил заявление от трех трактористов. Ну, покажи. Вот, смотри, они пишут. Вот, смотри. Так, так. Что если им не выдадут хотя бы по пуду хлеба. Что, что, что? Сколько? По пуду? По пуду хлеба. Видали. То они сейчас же возвращаются домой. И ты советуешь? Нет, я не советую. Я, товарищи, настаиваю на следующем. Если мы требуем от него сверхударной работы, и он эту ударную работу выполняет, то мы просто обязаны. Мы просто обязаны, ну, хоть накормить-то его как следует. Товарищи, ну, что ему 200 грамм хлеба в сутки? Много у тебя хлеба на складе? Надолго хватит? При урезанном пайке? При урезанном пакете. Месяца на два с хвостиком, пожалуй, натянем. А до нового урожая сколько осталось? Месяца три слишком. Ну, так всего месяца стоит. Ну, ладно. Хорошо? Хорошо. Выдавай хлеб, тракторист. Да вы что такое? Нет, я извиняюсь, я как повар, товарищ. Выдавай, выдавай. Но вот если я через месяц увижу, что село ходит голодным, а у тебя в амбаре, ну, ни одного зерна, что даже по 50 грамм в день на едока не хватает, вот тогда мы с тобой в райкоме будем иметь очень интересную беседу. А если трактористы не получат муки, не выйдут в поле, ни одного га не будет вспахано, тогда, я думаю, наша беседа наступит несколько раньше и не очень приятная для тебя, дорогой Павел. Вот именно. Выйдут трактористы в поле. Выйдут, земля будет вспахана. Понимаешь, Павел, не могу я сейчас смотреть на землю, когда её не пашут. Да. Вот когда меня секретарь райпорткома Альтман посылал сюда, он сказал, смотри, Можаев, я на тебя надеюсь, осенью с урожаем будешь. Ну, а теперь что получается? Хлеба не будет, потому что трактористы не выйдут в поле. Ну, вот и вот, Серёжа, бери карандаш, бумагу, пиши. Трактористу. Точки. Дорогой товарищ, точки. Точки. Я знаю, как тебе тяжело быть одному в поле. И я знаю твоё недовольство. Я получил о тебе очень плохие сведения. Да, да, да. Подожди, Можаев. Очень плохие сведения. Пишешь? Пишу, пишу, пишу. Можаев, ты требуешь путь муки. И угрожаешь ты, иначе в поле не выйдешь. Хлеба нет. И добыть его неоткуда. Мы можем прожить до нового урожая только на урезанном байке. А теперь... Одну минуту, подожди. Урезанном байке. Так. Дальше. А теперь ты подумай над тем, что ты делаешь. Ты грабишь республику. Ну, то есть, самого себя. Самого себя. Ну, как тебе не стыдно думать, что государство имеет хлеб и не хочет тебе его давать? Мы с тобой работаем не первый день. И вот, как товарищ товарищу, я тебе говорю, мы перетерпим. Мы ещё будем есть такие блины. Ой, со сметанкой. Каких ещё и не едали. Каких ещё не едали. Минуточку. Погоди, Серёжа. Можаев, что у тебя есть на базе? На базе? Сапоги есть. Сорок с лишним пара. А рубашки эти украинские, помнишь? Не роздал ещё? Да, часть с роздал. Но дюжины три есть ещё. Да, теперь на табак, на махорку я налагаю вето. Конфисковать. Ну, что ты, Павел, село взвое. Объяснишь, куда пошло, никто выть не будет. Серёжа, продолжай. Надо любить свою родную советскую страну. Так, родную советскую страну. И верить в неё. Тогда всё будет хорошо. Хлеба нет. А вот то, что есть, от всей души посылаю тебе. Ой, хорошо. Одень новую рубашку. Новую рубашку. Натяни сапоги. Хорошо. Сапоги, подожди. Закрути цигарку. И с весёлой песней. И с весёлой песней. И с весёлой песней. Ой, как хорошо. И с весёлой песней. Поезжай в поле. Ой. Крепко жму твою руку. Начальник политотдела Павел. Помощник начальника Путылкин. Вот. А теперь вы можете меня четвертовать, если вспашка не пойдёт полным ходом. Ну, пойдёт, уважаемый. Пойдёт, Павел. Я бы хотела быть трактористом и получить такое письмо. ПЕСНЯ Мы прожили эти года всю землю свою переделав, но трудно им было тогда начальникам политотделов. КОНЕЦ Пусто сегодня в политотделе. Павел, Можаев, Бутылкин выехали в поле к трактористам. Серафима уже больше часа ожидает Павла. КОНЕЦ Я несчастная, очень несчастная женщина. Сима, ну а с тобой что? Очередная истерика. Я так больше не могу, Павел. Чего ты, собственно, не можешь? Я не могу вас больше кормить, Павел. У меня в муке не больше пуда останутся. Пуд в муке? Да, не больше. Дура. Надо говорить не не больше, а не меньше пуда. Не меньше, Жур, если вы не меньше котлеты, что ли сделаете? Не меньше, не больше, не меньше. Ну ладно, ладно. Павел, слушай, что это с Серафимом-то? Плачет? Да вот волнуется. А что? Кормить нас нечем. Ну а у тебя что, Бутылкин? Вот я вчера был в центре. Да, да. Можно? Можно. Мне нужен начальник политотдела. Ой, вот это девушка. Вы будете? Да. Я начальник политотдела. А я заместитель. А очень приятно. Меня прислал райком. Так. Я культработник. 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 Понимаю, понимаю. Культработник. Чудесно, чудесно. Это прямо замечательно. Да. Наконец-то. Наконец-то вас прислали. Не нужен нам культработник. Как так, Павел? Кто вас сюда прислал? Может ехать обратно. Как не нужен? Но вы же сами писали. Мало ли что писал. Раньше нужен был, а теперь не нужен. Бывает так. Раньше нужен, а потом не нужен. Понимаете? Ну так, что же? Нужен вам культработник? Не нужен нам культработник. Павел, ну ведь культработник нам нужен всё-таки. Не нужен. Что, обойдёмся, значит? Обойдёмся. Обойдёмся, Серёжа, обойдёмся. Нет, да что значит обойдёмся? Я, слава богу, взрослая. Женщина, нечего со мной в жмурки играть. А ты комсомолка? Комсомолка. А институт какой-нибудь кончила? Ну, какой-нибудь институт, конечно, кончила. Ну так вот что. Мы тут сейчас посовещаемся с товарищем начальником, а ты отойди-ка в сторонку. Сюда? Подальше, подальше отойди. Да-да. Ну как, Павел? Ну как, Серёжа? Похоже, надо взять на работу. Да ты с ума сошёл. Ни в коем случае. Такую красавицу. Ну почему? Нет же никаких причин. Комсомолка. Серёжа, погоди. Погоди. Серёжа. Что? Скажи ей. Если бы от тебя от одного зависело, ты бы её взял? Нет. Вот. Взял бы. Да ты только подумай. Она же нам всю станцию взбаламутит. Да тут же все от любви работать перестанут. Пойди. Скажи ей. Ну почему я? Ты же начальник и говори. Пойди, пойди сам. Иди говорю. Ну ладно. Вот. Ну? Иди сюда. Что решили? Ну так вот. Да. Мы вот с товарищем начальником окончательно решили. Так. Что тебя ни в коем случае... Ну говори, Павел. Что? Ну говори, Серёжа. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Ни в коем случае не следует. Не следует. Отсылать обратно. Работай. Работай, только смотри, без прогулов. Ой, ну что? Ну что же, вы бы так мне раньше и сказали. И поди сейчас же в столовую. Скажи Серафиме, чтобы она тебя накормила. Слышишь? Слышу. Хорошо. Я скажу. Какая девушка. О, какая девушка-то. Девушка в соломе ночевала. Ох, какая девушка была. Сколько я не снился, ей бывало, Но я вот запомнить не могла. Сколько я не снился, ей бывало, Но я вот запомнить не могла. Чтобы снился я тебе пригожим, Ты меня, меня предупреди. Я одену новую одежу И значок повешу на груди. Ветер мечется в поле чистом, В небе черные облака. Песня первого тракториста К нам доносится издалека. Девушка в соломе ночевала. Ох, какая девушка была. Сколько я не снился, ей бывало, Но я вот запомнить не могла. Неуютно в шалаше у тракториста окуня. Холодно, мокро. Покурить бы, да бочки с горючим тут же. Поговорить бы об жизни, да не с кем. Один малыш рядом, братишка. Разве это общество? С полей бы повидаться, да далеко она. Эх, жизнь, спеть, что ли? Вот это еще, пожалуй. А кругом дождь. Ох, какая девушка была. Сколько я не снился, ей бывало. Но я вот запомнить не могла. Сколько я не снился, ей бывало. Но я вот запомнить не могла. Ну скажи, ну на кой черт? Нам в такую погоду, в такой дождь Сидеть глубоко в поле и слушать этот проклятый ливень. Жил я себе в городе Ростове. Работал свое положенное время. Как вдруг, здрасте, не желаете ли на курсы шоферов? Ну думаю, кончу, в такси, по городу буду кататься. Здрасте. Здрасте. Не угодно ли переквалифицироваться на тракториста? Здрасте. Ну что ж, на тракториста, так на тракториста. Как вдруг... Здрасте. Здрасте. Пожалуйста, на посевную компанию. Приехал, живу, работаю, как вдруг... Здрасте. Ты чего, это старших дразнить? Почему нет? Ишь ты, как вдруг распоряжение политотдела. Выехать всем трактористам в поле и жить там в поле, значит, всю посевную компанию. Ну что ж, в поле, так в поле, как вдруг... Здрасте. Здрасте. Что? Я говорю, здравствуйте. Здрасте. Твой дождь. Здрасте, помощник начальника, товарищ Бутылкин. Здорово. Что от тебя чёрт в такой дождь носит? Да так. Решил, понимаешь, свежим воздухом подышать. А между прочим, узнать, что это ты тут за волынку затеет. Какую волынку? Ну а с хлебом? Ну а как же без хлеба? Ты что, шутишь? Что, значит, нет хлеба? Так, надо думать, что нет. Так. А что же это будет? Ну, от тебя зависит, что будет-то. Ты писал, что в поле без хлеба не выйдешь? Ну, писал. Ну, значит, хлеба и осенью не будет. Это почему же не будет? Чудак, ну откуда же он появится, если земли-то не вспашут? Ну, а письмо твое мы с начальником политотдела с большой радостью читали. Это как же с радостью? Да так вот, радовались мы, что есть у нас такой сознательный тракторист Иван Афанась Редько. Редько. Редько, Редько, дашь ему хлеба, выйдет в поле, не дашь, не выйдет. Очень, очень, понимаешь, сознательный тракторист. Ну, а вот тебе товарищ Павел отвечает. Что же он отвечает? А ты почитай, почитай. Дорогой товарищ Редько, я знаю, как тебе тяжело быть одному в поле. Ты требуешь путь хлеба и угрожаешь, что иначе в поле не выйдешь. В поле не выйдешь. Так вот, дорогой товарищ, хлеба нет. Хлеба нет. Хлеба нет. И добыть его неоткуда. Добыть неоткуда. Мы можем прожить до нового урожая Только на урезанном пайке. Но я тебе говорю, Мы перетерпим. Хлеба нет. А вот то, что есть, От всей души посылаю тебе. Одень новую рубашку. Натяни сапоги. И с веселой песней Выезжай в поле. И с веселой песней Выезжай в поле. Крепко жму твою руку. Ну, что ж ты ответишь начальнику, а? Ничего, значит, не ответишь. Отвечу. Вот, понимаешь, тяжело без хлеба. Я же не в амбар прошу. 200 граммов. Понимаешь, как слону дробина. Ты говоришь, Совсем нету хлеба. Нет, нет, есть хлеб. Но только мало его. Понимаешь, экономить нужно, Чтоб до нового урожая дотянуть. Да ну, ладно, ты меня не агитируй. Я не маленький. Ну, а что ж ты напишешь начальнику-то? Ничего не напишу. Как ты? А ты ему На словах там, что ли, передай, Что вот сидит один в поле Иван Афанасьевич Редько, А кругом у него проливной дождь. И вообще Передай ему, что я писем писать не люблю. Я люблю дело делать. Понятно. Погода бы прояснилась. Слушай, А вот Рубашка-то. Когда примерять будешь? Сейчас или после? Давай. Ну, в горле узка. Да. Ну, чего? Я нараспашку ношу. А сапоги? Не, я сапог примерять не буду. Портянки мокрые. Ты Ты мне лучше скажи, Как там у вас Поля Поживает? Поля? Ах, Поля! Ну, что ж, хорошо поживает. А ты что, скучаешь по ней? Скучаю. А тебе чего? Да нет, правильно. Правильно. Сынок твой? Да нет. Братишка, у тебя по какому неут-то? Парифметики. Парифметики. Пропади ты пропадом, весна проклятая, небо все в тучах, никакого просвета. Ты господи. А ты не больно плюйся, и так все мокрое. Женя! Сережа? Ой, ты как сюда попала-то? Ой, да я ведь к трактористу. Промокла все. Постой, ага, к Петрову. Это ты, Петров, а? Ишь ты. Что? Куда тебя занесло? Куда занесло? Куда? Да Петров в шести километрах отсюда. Ой, ну так и знала, что заблужусь. Ну, я тут пережду, можно? Ну, конечно, можно, верно, Ваня? Валяй. Вон, у меня там сухой плащ есть. Обогрейтесь. А еще плаща нету? Нету. А вы под одним. Теплее будет. Спасибо за совет. Ну, как? Тепло тебе? Ой, нет. Сделал бы что-нибудь. А вы Пушкина знаете? Ну, как, за Александра Сергеевича-то? Да нет. Это нашего колхозного. Хорошие песни пишет. Почти как товарищ Безыменский. Ну? Ну, что, спеть, что ли? Спой. Ну, конечно, спой. Спой, спой, конечно. Тысячи лет земля все та же, А народ пошел и иной. В центре русского пейзажа Я поставлю трактор свой. Я на общей полосе напрягу усилия, Чтоб радовались все от моей фамилии. Чтоб от жизни от моей что-нибудь осталось, Чтоб фамилией моей песня называлась. Иванов, Петров, Попов, Окунь, Пантелеев, Сомов, Карпов, Судаков, Сидоров, Андреев. Ну, что, хорошая песня? Очень хорошая. Тебе нравится, Жень? Да нравится. А как фамилия вашего Пушкина-то? А, Окунь фамилия. Ну, мы его больше Беранжу зовем. Беранжу. Это почему? Он все народные песни пишет. Вот как. Сережа. Что? Скажи, ты мне сейчас будешь говорить, что ты меня любишь или после? Это почему так? А я по тебе и вижу, что будешь. Да? Ну, начинай, начинай. Ну, знаешь, ты совсем того, испорченная. Я не испорченная, но только еще ни на одной работе не была, чтобы мне на следующий же день не объяснялись. Но ведь ты, Сережа, не такой, правда? Нет, Жень, я именно такой. Ну, да, конечно, ты бы хотел тратить на меня всю зарплату, одевать в них, кормить апельсинами. Нет, нет, Женя, я бы хотел, я бы хотел быть бедным и чтобы на последние деньги там купить тебе чего-нибудь. А ты умница, Сережа. Ой, погода плохая, да? Да, очень плохая. Знаешь что, Сережа, ты меня люби, конечно, но только ты работай, понимаешь, не переживай очень. Ну, ладно, постараюсь. А тебе сколько лет-то, Жень? Девятнадцать. А мне двадцать пять. Ох ты! Четверть века. А ему сколько? Кому ему? Ну, любимому-то. Так, ну что ж, ладно. А хорошо, ну, сейчас, правда? Хорошо. Только ведь тебе-то лучше. Почему? Ну, ты всё про меня знаешь, а я про тебя ничего. Да, так вот работаешь, работаешь, ничего не подозреваешь, как вдруг. Красти, когда в тебе-то буду знать живой. Тихо, тихо. Это мальчуган, он во сне. Ой, боже мой, как будто земля рушится, да? Да, похоже. Это не земля рушится. Это, научно выражаясь, электричество обеспокоится. Тихо, Зелёна. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два коммуниста встретились вдвоем для деловой и дружеской беседы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это хорошо Хочешь чай? Давай Спасибо Здорово Здорово, Прохоров Выходишь в поле? Я тоже скоро буду Что? Целует? Целует, проклятый. И где он этого научился? Ну, целую. Вот так вот. Хочешь ещё чаю? Да нет, спасибо. Поезд пришёл. Приехала, значит. Приехала. Вам нужен культ работник? Ты давно её видел? Да видел. Ну, как она? Да ничего. Хорошая девушка. И умница должно быть. Умница? Мало сказать умница. Это гигель, понимаешь? Хочешь ещё чаю? Да нет, я вот ещё никогда не встречал таких, Павел. А ты бы слышал, как она смеётся. Смеётся она потрясающе. И понимаешь, с ней даже страшно говорить. Сейчас же обрежет. Вот я вот, начальник политотдела, чувствую себя перед ней, как мальчишка. И вместе с тем, понимаешь, она как будто такая слабенькая. Её так приголубить хочется. За такую девушку 10 лет молодости отдать не жалко. Павел. Павел. Да. Да. Серёжа. И ты? Ой, что ж мы делать-то будем, а? Как же так, Павел? Да. Можно? Вам не нужен культ работника? Ой, Женя, ну что в тебе? Женя. А что это у тебя за пики в руках? А, это полотно для экрана. А, значит, не хватает только механика, передвижки и киноленты. А остальное всё есть. Это всё есть. А вот не хватает только сообразительности у начальника политотдела. Всё, попала? Нет, что это за оскорбление начальствующего состава? А мне очень досадно было, Павел, что вот на других вот станциях есть кинопередвижки, а у нас нету. Когда я была в городе, я же зашла в управление фотокинопромышленности, обо всём договорилась. Ишь ты. А ты вот что скажи. Что ты, как культработник, сделала для предстоящего колхозного праздника? Сговорила с райкомом, с типографией, о выпуске специальной газеты, посвящённой нашему празднику. Это ты сама придумала? Сама. Молодец. На Рабразе обещали мне сто библиотечек для лучших ударников, два школьных микроскопа. Очень хорошо. Заказала фейерверк с видами. Чудесно. И, наконец, союз писателей обещал мне прислать на праздник двух живых писателей. Ой, живых? Да. Чудесно. Да. Теперь нам сообща надо обсудить два вопроса. Каких? Где нам взять плотников для праздника и для выставки? Да у Прохорова много плотников. Только он не даёт. Он хочет видеть или свою выставку чуть ли не карельской берёзы отделать. Ты говоришь, у Прохорова? Да, но это безнадёжно. Ничего. Вырвем у него плотников. У нас дело общественное. Будут плотники. Теперь второй вопрос. Какой? Скажи нам, Женя, со всей большевистской прямотой. Любишь ты... Что? Сюда, сюда. Стань сюда. Вот так. Ребята, слушайте, я была в дивизии и выпросила у них походную кухню. Вот. Красота. Смотри-ка. Это не кухня. Это какой-то передвижной цирк. Да. Здорово. Одна труба чего стоит. Да, смотри. Браво, Симочка. Молодец, Сима. Молодец, молодец, правда. Сима, ты по дороге зайди к Степанову и скажи ему, пусть поторопится с починкой комбайна. В поле, в поле, в поле. Комбайн. Хорошее слово. Комбайн. Много раз сказали мы, здравствуй. А пришлось сказать нам прощай. Дружба ждет большое счастье, самый теплый, светлый, самый теплый, самый теплый, самый теплый, самый теплый край. Отчего с тобою мы рады, отчего с тобою весна, если ты уносишь, что мне надо, где улыбка другу нужна? Не улыбка, не улыбка, не улыбка труда нужна, не улыбка нужна. Будь с тобой огромный и схожен, ты моя навеки семья. И вот поднялся первый урожай, и поезда за новым хлебом едут. Советская республика, встречай своих сынов, добившихся победы. Много раз сказали мы, здравствуй, а пришлось сказать нам прощай. Дружба ждет большое счастье, самый теплый, светлый, самый теплый, самый теплый, светлый, самый светлый край. Отчего с тобою мы рады, отчего с тобою весна, если ты уносишь, что мне надо, где улыбка другу нужна? Не улыбка, не улыбка другу нужна, не улыбка нужна. Будь с тобой огромный и схожен, ты моя навеки семья. Дружба, дружба, дружба крепкая моя, дружба моя. У железнодорожной станции сложены мешки с зерном. Под навесом сидит председатель артели Прохоров, которого уже порядком замучили телефонные звонки. Положение почти угрожающее. Откуда звук? Здорово. Что? Зерно под открытым небом. Все грузчиков забрали. А мы что будем делать? Самим выворачиваться? Ну, спасибо, спасибо, удружил, нечего сказать. Вагоны сейчас будут, а грузчиков нет. В Поповке все зерно под открытым небом. Кто беспокоит? Здорово, бутылки. Ты уже знаешь, да ни одного грузчика. Комсомольцы побелизуешь. Молодец, целую, целую. Кто? Бросил труп. Михаил Васильевич. Что? Идут на помощь красноармейцы. Комсомольцы. Что ты, Поля? Вот здорово, молодцы ребята. Сейчас здесь будут. Слышите? Идут, идут, пострюки. Идут, идут, идут. Смечай, не господи. Идут, 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 идут. Посидели по Урау, хоть тридцатый лёд. Посидели по Урау, хоть тридцатый лёд. И лететь по зарану. Над кабинкой тубанка, под кабинкой тубанка. Урау, молодцы. У нас девчата здоровые. Миком разгрузим. Здравствуйте, девушки. Крокоров, целую. Вот и мои ребята. Ну как, начинайте, что ли? Привет, Бутылкин. Молодцы. Ну, ребята, давай. Ну, ребята. Мишки перерывайте по конвейеру. Ребята, здоровей, сыпачка. Девчата, от парней не отставать. А мы, чем хуже, разная армия не подкачает. Отдавай-ка, ну-ка, дружные взяли. Дружные взяли. Дружные взяли. Раз, два, три, полетели. Переселенцы из Чечёв, не отставать. А ну, дружнее. Мужики, мужики, подтянитесь. А ну, дружнее. И ты здесь, пожаре. Ну, ещё вы. Здорово. Здорово, Поля. Ты записывай, а я пойду мешки грузить. Товарищ Мажай, я ведь тоже могу грузить. Вот так я понимаю дело. А мы, чем хуже, а ну, взяли. Раз, два, взяли. Серафима Викторовна. Ребят, ребят, я слыхала, что здесь нужны сильные руки от они. Откуда столько баб? Глядите, а Жень у них, видать, за командира. А вот и мы. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Ты зачем сюда, Женя? Да вот, привела слабый пол. Но всё-таки отличные грузики. О, хорошо, давай. Дружнее, бабы, дружнее, не отставай. Не пропадём мы. Есть у нас комсомольцы, есть русско-армейцы, есть работящие бабы. А бабы-то у нас все работящие, бабы у нас золото. Ох, и блины будем есть, мазь лица, мазь лица, мазь, сметанка. Никакой погрузили, бабушки. Всё. Молодцы. Готов дело. Ну и боевая-то, Авдотья. А боевая. А что? Я что работаю, что петь, что плясать, на всё боевая. Ну, ребята, баста, всё. Молодцы. Вот это да. Погрузка окончена. Отправляется поезд номер 121. Поехал, хлебушка, поехал, родимый. Поехал, родимый. Поехал, родимый. По Сибири, Уралу, путь тридцатый лёд. По Сибири, Уралу, путь тридцатый лёд. И летит по заранку предрассветную рань. По Сибири, Уралу, путь тридцатый лёд. По Сибири, Уралу, путь тридцатый лёд. И вот он, долгожданный праздник. На большой поляне стоят покрытые скатертями столы, Уходящие далеко вглубь. Мечты Павла, Серёжи, Жени сбылись. На столах такие пироги, Каких давно не едали. Поросята, гуси, Всё, как мечтала Серафима. Бутыли с наливками, Вина искрятся на солнце. Праздничный одеты колхозники. И расстелились осени ковры, Поля в хлебах от края и до края. Во все дома вошёл, Во все дворы победоносный праздник урожая. Веселись моя гормошка, Много мне пришлось пахать. Я хочу теперь немножко Отдохнуть и поплясать. Я хочу теперь немножко Отдохнуть и поплясать. Не гляди ты очень хмуро, Я любви не утаю. Я люблю твою натуру, душу, Я люблю твою. Я люблю твою натуру, душу, Я люблю твою. Ты мне стала самой лучшей, Повторяю вновь и вновь. Это интересный случай, Наша первая любовь. Это интересный случай, Наша первая любовь. Мы друг друга не забудем, Вместе связанной с судьбой. Замечательные люди, Это только мы с тобой. Замечательные люди, Это только мы с тобой. Замечательные люди, Это только мы с тобой. Мы премировали лучших ударников колхоза. И только одного мы не премировали. Не потому, что мы забыли о нем, А потому, что сегодня ему исполнилось 60 лет. И мы решили премировать его в день его рождения. Я говорю, товарищи, О всеми нами любимом, О замечательном старом конюхе, Андрею Андреевичу Кожухове. Дорогой Андрей Андреевич, Ты беззаветно, Ты по-настоящему, Ты по-хорошему Ухаживал за колхозными лошадьми. Ты по-настоящему понял, Что они Твои, Что они Наша общая колхозная собственность. Ты незаметно и скромно Делал свое настоящее дело. И политотдел, Благодарность тебе, Отмечая твою замечательную работу, Решил подарить тебе именные серебряные часы. На, держи! Отвечай, Андреевич, Отвечай. Я очень извиняюсь, товарищи. Мое товарищи, Большое спасибо. Я, товарищи, В конюхах живу уже Сорок три года. Вот бывало, Барин, На праздник, Позовет к себе И вынеси на кухню Стакан водки. А я стою, Дурак, И не обижаюсь. Это не барская водка. Это ваш Дорогой мне Подарок. Я это Век не забуду. Я, товарищи, Долгую жизнь С лошадьми Прожил. А люди-то, оказывается, Тоже? Что? Хороший. Спасибо вам. Спасибо, товарищи. Они хотела я Признать свою выхту, Казать, Но теперь вышла я Вот и выхту моя. А я надену полушал, К лицо разгорается, Напою ему припел, Пущай разбирается. А говорят, Как я боевая, Боевая, да не я, Да боевая, По говорочкам, По ходочкам моя. Ах, подружка, Дроби, дроби, Дарокая, Дробака, Ух, какой-нибудь Развинят, Нобьем мы дурака. Ах, Ломай с каблуки, А глянулась он назад, Каблуки мои лежат. Ах, спасибо, гармонист, Я уж наплясался, Все ботиночки разбил, Ну, на, и вам достанется. Как там спрашивают, Товарищ Павел? Хорошо, иду, Поля, иду. Альтман, Альтман! Я, 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 Без паники, Никому не объявляй, А то зашумишь, Секретарь дайкома, Приветствия, Пойдет официальщик, Пускай веселяется. Ну, праздник у вас Проходит весело. Как будто ничего. Хорошо, хорошо, Это очень хорошо. А вот тот паренек, Это твой помощник? Да. Бутылкин? Да. Я его помню. А это рядом с ним Хорошенькая девушка, Это культработник? Да. Ты же нам ее прислал. Верно, верно. Ну, как она, Хорошо работает? Чудесно работает. Павел, А я бы сказал, Что он смотрит на нее Очень сочувствующими глазами. Там что, любовь? Не знаю. Возможно. Так, так. Понимаешь, Павел, Ни в программе, Ни в уставе партии Нет ни одного параграфа О любви. Но я думаю, Что это подразумевается. Она, что кажется, Учится в Харькове? Да. Кончила там институт, А теперь поедет в аспирантуру. Тоже в Харькове. Да, понятно. А ему, Бутылкину, Тоже учиться надо? Да, надо. Он уже давно мечтает. Ну, так почему же ему надо Учиться в другом месте, А не в Харькове? Не знаю. Возможно. Постой, постой, постой. Мне что-то кажется, Что ты тоже хочешь учиться в Харькове. Ты немного преувеличиваешь. Не знаю, не знаю. Тут мое руководство кончается. Но я тороплюсь. Ты меня не провожай. Не провожу. До свидания. До свидания. Слово Антону! Говори, Антон! Я, товарищи, хочу рассказать вам Про своё удивление. А я удивляюсь вот чему. Выходит в Москве на съезде доярка. И хорошо говорит. Выходит коню. И хорошо говорит. Выходит пастух. Наш пастух. Ну, Савельев. Пастух. И хорошо говорит. Вот с чего бы это, а? И тёмный русский мужик. И хорошо говорит. И о хороших делах своих говорит. Значит, мы умнее стали, а? Верно, верно? Да, верно, верно. Очень, очень я удивляюсь. А я уж и удивляться перестал. Глядите-ка, глядите-ка, как наш окунь-то вырядился. Ай, да тракторист. Ты рубашка-то, рубашка-то какая. А сапоги-то с блеском. Ваня, Ваня, рубашка-то обдёрт. Я, товарищи, говорить не буду. Вот здрасте. Я петь буду. Ракторист. Троевая колхозная. Правильно. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты одна мне на целом свете И влюблённый в твою красу. Я с мохоркой в одном кисете Всю любовь нашу унесу. Всю любовь нашу унесу. Как средь стареньких тополей Молодая сосенка Поднялась среди людей Боевая песенка Поднялась среди людей Боевая песенка Прошу, прошу, слово, товарищ Павел. Говорите, товарищ Чайковский, не скромничай. Слово нашему колхозному композитору и музыкальному деятелю Чайковскому курятнику. Товарищи, товарищи, Я очень боюсь одного, товарищи. Я боюсь, что вы подумаете, будто мои оркестранты из классического наследства усвоили только тушь. Этот взгляд противоречит действительности. Для доказательства мы вам сейчас исполним турецкий марш Мацарта. Подожди, Мацарта, подожди, слушай. Подожди, слушай, слушай, Редько, Редько, да, ну давай выпьем, а? Давай. Слушай, ты чего ж не сказал, что ты окунь, да? А так, это не только Редько, а? Он и окунь, и Редько, вот как. И окунь, товарищ Закускин. И беранжу. И беранжу. И безымянское. Наш комплекс, да, да? Оркестр, оркестр, турецкий марш, ацарта. Хорошо в лесу, музыка с поляны и суда доносится. Кружится, кружится листва золотая, За лесом веселые песни звенят. Две женщины, старая и молодая, Идут и о прошлом своем говорят. Иду я по старой меже, Как все изменилось на свете. Знакомый межи не узнать. У кукушки двое деток, О кукушке наплевать. Будь сознательной, ведь деток Можно деток потерять. Будь сознательной, ведь деток Можно деток потерять. Будь сознательной, ведь деток Средь лесных зеленых веток Поспеши меня обнять. Будь сознательной, ведь деток Можно деток потерять. Будь сознательной, ведь деток Можно деток потерять. Жень, а Жень, вот говорят, Очень развивается наука и техника. А скоро, я тебя спрашиваю, Жень. Что? Скоро можно будет переселять человека. Ну, переселять из одного организма В другой организм. Я тебя не понимаю, чего ты хочешь, Сима? Я хочу переселение моей души В другое тело. СМЕЁшься. Вот ты, Жень, молодая, А главное, красивая. Вот ты очень, очень красивая. Ты можешь посмотреть на самого хорошего, На самого необыкновенного человека, И тебе ничего не стоит, Чтобы он тебя полюбил. Ой, Симочка, ну перестань. Ну, пожалуйста, перестань. Я в молодости хотела, Чтоб за меня дрались мужчины. Ну, только этого никогда не было, Жень. А теперь я мечтаю совсем о другом. Я знаю, что где-нибудь существует Пожилой, усталый человек, И что я ему очень, очень нужна. Но только где он, Этот пожилой, усталый человек? Где? А вот и я. Ой, Прохоров. Опять жалуешься? Серафима Викторовна. Опять жалуюсь. И как тебя уму-разуму научить, Серафима Викторовна? Всё красотой своей недовольно. Всё недовольно. Несознательный ты человек, Серафима Викторовна. Не с лица же воду пить. Ой. Тебе бы, Серафима Викторовна, Всю жизнь воду таскать, Битой быть, голодной, Как наши бабушки жили. Ты бы тогда только о сытой жизни и думала. Ты бы не сочиняла всякую психологию. Ах. Пойдём по грибы, Серафима Викторовна. Пойдём по грибы, Прохоровна. Главное, Серафима Викторовна заключается в том... В чём? В том, Серафима Викторовна. Восстанетский в föре церковь, У кукушки двое деток О кукушке наплевать Будь сознательной, ведь деток Можно деток потерять Будь сознательной, ведь деток Можно деток потерять Средь лесных зеленых веток Поспеши меня обнять Будь сознательной, ведь деток Можно деток потерять Будь сознательной, ведь деток Можно деток потерять Здравствуйте, Евгения Васильевна Здрасте, Сергей Николаевич Что это вы такой печальный Сергей Николаевич Неудачная любовь вас мучает Или, может быть, что-нибудь общественное Общественное? Да, Евгения Васильевна Меня мучают Беспорядки На острове Ганулулу А ты хорошо знаешь географию, Серёжа Ничего, ничего Слушай, Жень Пойдём Пойдём По грибы Ты развиваешь Бешеную деятельность, Серёжа Ну, пойдём Ну, что ж Пойдём По грибы Пойдём Пойдём Юность, юность, юность моя Так, что ещё делать? Товарищ Путылкин Ау Где Товарищ Бутылкин Его там Срочно Спрашивают Передай Поля Что товарищ Бутылкин Очень занят А А где его Найти Можно? Передай Что товарищ Бутылкин Пошёл укладывать Чемоданы Он едет В Харьков Учиться Едет Понимаешь? Уезжает? Да Так Я Передам Учиться Едет Да Да Учиться Поезжай Понимаю Так Так я Неважному делу А скоро Она Освободится Не думаю Ну Ну говори Говори Можаев Знаешь Павел, всё как-то странно получается. Была гражданская война, были у меня одни товарищи, был НЭП, были другие товарищи. А вот сейчас ты, Бутылкин, Прохоров. Вот ты мне какой этап не назови. У меня на каждый этап товарищи есть. И всё, замечательные ребята. Знаешь, Можаев, за что я тебя люблю? За скромность. Ты хороший парень, хороший партиец, но только никто об этом не говорит, а ты делаешь своё дело, и ладно. Вот хорошо сказал поэт. Мы с тобой провинциалы оба. Мы с тобой работаем до гроба. На истории провинциалы высекли свои инициалы. Очень хорошо. Солнце светит русским самоцветом. Что ты, парень, думаешь об этом? Мне, товарищ, это всё равно. Солнышко у нас с тобой одно. Солнышко одно у нас с тобой. Ходит по дорожке голубой. Ходит по дорожке целый день. Мимо городов, деревень. Павел, смотри-ка. Вижу, вижу. А, бутылкины Женя. Жрецы любви. Ну-ка, идите-ка сюда. Идите, 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 идите. Слушай, слушай, я уже вижу у тебя в кармане билет в Карьков. Ну что? Ну что, едешь? Еду. И ты едешь? Придётся. Бедный Серёжа. Да, уж тут, понимаешь. Начинается твоя семейная жизнь. Ну? Беспокойств сколько будет. Ну что ты, Павел, каких беспокойств? А ты как думаешь? Человечество тебя так и простит, что у тебя красивая жена. Мне тебя очень, очень жаль, Серёжа. Хотя, собственно говоря, что мне ещё остаётся делать? Мы с тобою, товарищ, не заснули всю ночь. Мы мечтали, гадали, как нам людям помочь. Вот в предутреннем небе над землёю горя На красивой телеге выезжает заря. Ночь хорошая такая, Месяц ясен и лучист. Заключительную песню Спой, товарищ тракторист. Много раз сказали мы «Здравствуй», А пришлось сказать нам «Прощай». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok